Привет! Сегодня у нас погода такая, в общем, всю ночь шёл дождь, вчера весь день был дождь, и сейчас до сих пор весь день идёт дождь, холодно, мокро. Муж уехал там с друзьями на пару дней, а дочка уехала со своей бабушкой на дачу, а я осталась одна отдохнуть, немножко побыть в одиночестве. И сегодня утром из-за такой погоды пошла в спортзал, два часа там отзанималась, вернулась назад, приняла душ, сейчас отдыхаю. Хочу вам показать мастер-класс о том, как делать колпачки для кистей. Я говорила, что я делаю для своих кисточек отдельные колпачки, чтобы они держали форму. И я сейчас вам покажу, как это делается. Значит, для чего нам, что нам нужно для этого иметь? Нам нужно иметь, ну, собственно, кисточки, мне, это новые мои кисточки Мак Кабуки и Мак 168, 182 и 168. И эта кисть такая, она плоская, это кисть круглая. Для обоих этих кистей я сейчас сделаю колпачки. Значит, кроме кистей мне нужен узкий скотч, обычный, да, самый простенький, купленный в обычном супермаркете. И нужен материал, из которого мы будем делать сам колпачок. Что использую я в качестве материала? Это в основном, знаете, такая вот упаковка. Например, вот мои дочки фломастеры в такой упаковке продаются. Это как клеенка, но очень плотная такая, толстенькая, как вроде почти резина хорошая такая, плотная, и она не рвется. В данном случае это я купила вот кисти Лора Мерсия, и они шли в этой упаковке. Я ее разрезала, и теперь из этой штуки буду делать колпачки для кистей. Значит, что я делаю? Я беру кисточку, беру вот кусочек этой пленочки и обворачиваю металлическую часть вот в том месте, где эта металлическая часть самая широкая. То есть, примерно по этой части и будет кисточка закрываться. Если я смотрю, что кисть сильно набитая, то я больше, наверное, на кисть равняюсь. Вот так вот я плотненько-плотненько зажимаю, вскручиваю вот эту клееночку. Вот я ее скрутила. И смотрю вот этот момент, видите, вот здесь вот идет нахлест. То есть, от нахлеста, там буквально 3-4 миллиметра я обрезаю. И отрезала лишнее. Вот этого клееночки хватит. Беру скотч. Беру его немножко больше, чем вот эта будет высота колпачка. Если у меня колпачок вот такой, то скотч я беру примерно чуть-чуть выше. Вот моя высота колпачка, а вот столько я примерно беру скотча. Отрезаю. Чтобы удобнее было склеивать, я просто беру сразу на краешек. Сюда наклеиваю половинку. Видите, вот это скотч, вот это вот клееночка. Теперь скручиваю. И заклеила. Не обязательно там делать идеально ровно. Это же для себя как бы это же... Главное, чтобы это работало, чтобы это держало форму. Тем более, что скотч можно везде там хорошо зажать. Вот. Вот у меня получился такой цилиндр. Видите, на пальчик я его надела. Все, колпачок для этой кисти у меня готов. Оп. Видите, как чудненько. Угу. Класс. Теперь моя кисть всегда будет в форме. В форме, чтобы держать кисти в форме. Давайте теперь сделаем то же самое для кабуки. Берем снова таким. Смотрим по кабуке. Кабуки обычно сильно набитые. И недостаточно вот этого обхвата этой пластмасски, железячки. А нужно больше смотреть по ворсу. Потому что ворс зачастую шире идет, чем вот это ее основание. Поэтому я вот беру вот так по ворсу. Так, его хорошо, плотненько, 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 да. Вот туда помещаю, чтобы понять, насколько максимально я могу закрутить. Вот я отметила себе. 3-4 миллиметра отступила. Смотрите. Видите, вот у меня идет нахлест. Даже не обязательно он сейчас будет ровный. Но я примерно себе отметила, где это будет. И я заклею ее, конечно же, уже ровненько. Вот. Вот такая пленочка. Взяла снова скотч. Вытащила. Наклеила снова на краешек. Половиной. Вот. Скрутила. Скрутила так, чтобы был немножко нахлест. И заклеила дальше. Вот эти вот части скотча, которые остались торчать, я их заклеиваю вовнутрь. Вот туда. Чтобы они точно не расклеились. И чтобы этот мой цилиндрик держал форму. Беру мою кисть кабуки и закрываю. Вот так плотненько, смотрите. Так просто. Все. Ну, в общем, идея такая очень простая. Думаю, каждый может до этого дойти. Ничего в этом сложного и сверхъестественного нет. Так что держитесь в форме и держите свои кисти в форме. Все. Люблю вас всех. Пока.